Весник Хурала Вопросы рассмотрели, расскажем далее. Перед началом сессии председателю Народного Хурала Владимиру Павлову вручили орден «Полярные звезды» за вклад в развитие отношений двух стран. Это высшая награда Монголии. Благодарю вас за высокую награду Монголии. Мы будем и дальше работать для укрепления наших добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Бурятия Российской Федерации и Монголией. Уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо. Первую половину сессии заняло выступление Алексея Циденова. Глава Бурятия отчитался перед депутатами о работе за последние несколько лет. Отметил достижения и обозначил проблемы. С 2018 года доходы консолидированного бюджета выросли в два раза, до 132 миллиардов рублей. Расходы консолидированного бюджета также выросли более чем в два раза, с 65 до 140 миллиардов рублей. Собственные доходы консервированного бюджета, собственные, именно свои, без дотации с федеральным бюджетом, выросли в 1,8 раза до 62 млрд. Высокими темпами более 7% за этот период ежегодно росло промышленное производство. В 2022 году республика по темпам роста промышленности заняла первое место в ДФО и седьмое место в России в целом. В 2023 году мы зафиксировали падение индекса промышленного производства в рублях. Подчеркиваю, что в рублях не в абсолютных вещах, поскольку в первую очередь на это сказалось переход производства нашего аэрозавода на гособоронзаказ, на другую продукцию с другими ценовыми параметрами. За последние 6 лет в 2,3 раза в сопоставимых ценах, отчищенных от инфляции, выросли инвестиции и составили 165 млрд. рублей. В республике реализуется крупный инвестиционный проект. Большие средства вкладываются в проекты по добыче полезных ископаемых. Идет освоение месторождения полиметаллических руд, плавикового шпата, золота, каменного и бурого угля, урановых руд. Благодаря мерам господдержки производство продукции АПК выросло с 25,6 до 37,3 млрд. рублей. В отчетном году валовый сбор зерна превысил 140 тысяч тонн, что является самым высоким показателем за последние 23 года. Наши аграрии обновляют рекордность урожайности. По итогам прошлого года достигнут 3 исторических рекорда. По зерновым это 20,7 центнер с гектар. Напомню, что у нас рекорд был в 21 году. До этого в 1988 году урожайность была 18 центнеров с гектар, тогда это был рекорд. По картофелю урожайность 150 центнеров с гектар, по овощам 314 центнеров с гектар. Повторюсь, это исторические рекорды нашей республики. Идет активное техническое перевооружение в отрасли. За последние 6 лет в сельхозтоваропроизводителям приобретено 1277 единиц сельхозтехники, в том числе 265 тракторов и 40 зерновопорочных комбайнов. В Бурятии реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере АПК, в их числе свинокомплекс Восточно-Сибирский, реконструкция лондонской птицефабрики, создание комплекса для сушки и хранения зерна, зерновобовых, маслячных культур, модернизация оборудования на кондитерской фабрике АМТА. Решаются вопросы в социальной сфере. С 2018 года в республике появилось 102 новых объекта здравоохранения, в том числе крупный хирургический корпус детской республиканской клинической больницы, республиканский перинатальный центр, поликлиника, хирургический корпус онкологического диспансера, центр ядерной медицины. Для медучреждений закуплено 2671 единица нового современного медицинского оборудования. Организации здравоохранения получили 311 единиц санитарного автотранспорта и плюс 135 автомобилей скорой медицинской помощи. Отчет главы жарких споров не вызвал, чего не скажешь о законопроекте со сложным названием, о некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Бурятии. Уважаемый Владимир Анатольевич, уважаемый депутат Народного Хурала, в целях реализации в Республике Бурятия норм федерального законодательства, сохранения и улучшения здоровья населения Республики Бурятия, снижения заболеваемости и смертности населения вследствие употребления алкогольной продукции, улучшения демографической ситуации за счет сокращения потребления населением алкоголя, а также предотвращения социальных проблем, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, правительством Республики Бурятия подготовлен законопроект о введении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия. Первое – это введение запрета продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по времени с 20 до 11 часов взамен действующего с 21 до 9 часов. Введение дополнительных дней запрета розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в дни, объявленные в соответствии с законодательством РФ и региональным законодательством нерабочими праздничными днями, а также в дни Всемирного дня здоровья, День семьи, любви и верности и Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях на квартирных домах, увеличение зала обслуживания посетителей до 50 квадратных метров в городе Улан-Удэ для объектов общественного питания, расположенных на квартирных домах и на прилегающих территориях, повышение уставного капитала организаций, имеющих право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции с 60 до 300 тысяч рублей, осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных на квартирных домах и на прилегающих территориях, введение запрета продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в период времени с 23 до 9 часов по местному времени в объектах общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных на квартирных домах и на прилегающих к ним территориях, введение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия, обусловлено следующими причинами. Согласно данным национального рейтинга трезвости регионов России, в 2023 году Республика Бурятия стала антилидером, заняв 85-е место из 85-ти. По итогам 2023 года Республика находится на пятом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Каждое пятое дорожно-транспортное происшествие совершено водителями транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения. Депутаты в целом законопроект поддержали, однако некоторые народные избранники решили, что документ нуждается в доработке. Посмотрите, какое количество предпринимателей присутствовало на этих рабочих совещаниях. Сегодня с ними мы не пообщались, не поговорили, не убедили, не предложили что-то взамен. Я посмотрел дату вступления. Если бы в закон вступал, как первоначально был внесен с 1 сентября, да бог с ним, но ведь сегодня в таблице по правам мы примем, он вступит в силу, с 1 марта следующего года. А куда же мы его торопимся тогда принимать в двух чтениях сегодня? Кто нас гонит? Если есть противоречия, всегда выступали как? Принимаем в первом чтении, головной комитет дорабатывает, учитываем все мнения, пожелания. У нас впереди до марта еще три сессии. Неужели мы его не успеем принять? Мое предложение как? Закон концептуально поддержать, принять его в первом чтении, но и отработать его как следует. Должна быть не политическая какая-то воля, не гонка за тем, как можно быстрее принять этот закон, а нужен выверенный деловой документ, чтобы не возвращаться потом к нему и не вносить изменений. По вопросу Кириновский, всеми согласованными, всеми занятийными сторонами, законопроект согласован, и таблица по правам согласована. В итоге закон все-таки приняли единогласно. Данный законопроект сегодня был принят в первом и втором чтении. В период подготовки к этому законопроекту при рассмотрении на комитетах, конечно, возникало много вопросов, много поступало обращений к нам, как к депутатам, и от жителей республики, и от предпринимательского сообщества, и от экспертов. То есть этот законопроект касается многих, и поэтому очень-очень такой резонансный, информационный. Но самое главное, что позиция фракции заключается в том, что вот те ужасающие цифры, которые на сегодня есть, мы в антирейтинге, наша республика на сегодняшний день в антирейтинге, и принимаемые меры, да, они сегодня приняты, но мы по-прежнему считаем, что они все-таки недостаточны, и не зря сегодня в постановлении народного хорала появилась рекомендация правительству республики Бурятия разработать государственную нашу программу по снижению алкоголизации населения, заниматься профилактикой, заниматься воспитанием молодежи, поддерживать, культивировать здоровый образ жизни, это немаловажно. И самое главное, что мы понимаем, что одними запретительными мерами мы не добьемся результатов, важно в том числе бороться с контрафактом, то есть мы знаем, что есть сегодня факты и реализация контрафактной продукции, и нелицензированной торговли, мы считаем, что этим также необходимо заниматься, усиливать эту работу, и только в комплексе мы сможем действительно добиться результатов. Председатель Народного хурала Владимир Павлов подвел итоги работы за прошлые годы и отметил, что результатами можно гордиться. Мы все сравним наши итоги, деятельность правительства, достижения нашей республики с соседними субъектами, и даже не соседними, по Дальневосточному федеральному округу, с другими субъектами, но я должен сказать, что у нас итоги все равно вызывают, наверное, даже определенную гордость, и есть некоторые показатели развития нашей республики, которые, в общем-то, вряд ли, наверное, даже некоторые субъекты и достигнут, например, по развитию материально-технической базы, взять по образованию, в целом по социальной сфере, но главное, конечно, это экономика, и цифры говорят сами за себя. Если 5-6 лет назад было 23 миллиарда налоговых, неналоговых, сейчас уже 61 миллиард, даже более 61 миллиард. За этим, конечно, стоит очень большая работа в целом правительства и, конечно, народу Урала, так как мы принимаем законы, которые способствуют развитию, экономическому развитию республики, социальному развитию, развитию инфраструктуры, и чтобы привлечь федеральные средства, а мы услышали, какие федеральные средства по дальневосточной субсидии федерального бюджета более 41 миллиардов рублей, но за этим стоит эта очень большая работа, потому что все субъекты уже научились и знают, как входить в федеральные государственные программы, как реализовывают национальные проекты, и они тоже уже профессионалы, и понятно, что там не резиновый мешок финансовых средств, но тем не менее наша республика успешно это реализует. Если взять там ряд-ряд лет назад, мы на Совете народного курала рассматривали, но это не в бытность руководства Алексея Самбовича, республика, мы рассматривали, и мы делали, можно сказать, наверное, не то, что замечание, а очень большое замечание правительства, что во некоторые федеральные программы не могли войти. Сейчас практически республика во все программы входит. Но никогда так не бывает, что все вопросы прямо решены. Главный вопрос – это повышение качества жизни населения. В этом отношении делается, конечно, очень много. И повышение качества жизни людей еще зависит и от социальной поддержки среднего класса, поддержки детей. И в этом отношении тоже проведена очень большая работа, но предстоит, конечно, здесь еще больше. Но главное – то, что правительство знает, как дальше работать в этом направлении и реализовывать и программу, о которой я выше сказал, и повышать качество жизни людей. Это главное. И в завершение скажу. Народный курал Республики Бурятия, депутаты Народного курала, законодательные ветви власти, исполнительные ветви власти у нас задачи одни. Мы не можем разграничивать. Это обязанность правительства, обязанность Народного курала, тем более в настоящее время, когда жесточайший, жесточайший, не оговорился, санкционное давление у нас оказывается на Российской Федерации. И при этом мы еще вот подшефному району, Старобежскому, достаточно хорошо выполнили все те задачи, которые стояли. Это тоже надо помогать. Это территория Российской Федерации. И при этом у нас не уменьшились те задачи, которые нужно были выполнять. Не так, что у себя отрезали, туда добавили. Не так. Поэтому мы вместе ответственны за развитие нашей республики, ответственны за повышение качества жизни нашего народа. И вместе эту задачу решаем. И в целом, нужно сегодня сказать, что задачу правительство решает хорошо. И вместе мы дальше, давайте также в одной упряжке эти задачи решать. То, что депутаты отметили некоторые моменты, конечно, правительство их обязательно учтет. Поэтому желаем правительству дальнейшей плодотворной работы и совместной с народным хуралом. Сессия народного хурала благополучно закончилась. Депутаты рассмотрели все вопросы. Теперь народные избранники вернутся к своим рабочим местам только осенью. А это был Вестник хурала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова